Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на второй лекции курса Белстат объяснит. Мы рады также видеть всех тех, кто был на первой лекции. Надеемся, что те, кто пришел к нам сегодня, будут приходить к нам и на последующие лекции. Это не последняя лекция из этого цикла. Следите за нашими анонсами. Мы планируем продолжать этот цикл и знакомить граждан с большими статистическими показателями. Весь курс лекции рассчитан на то, что граждане будут лучше узнавать, что вообще публикует Белстат и что стоит за этими цифрами. Потому что очень много ошибок делается, когда люди начинают рассуждать о статистических показателях, не понимая, что на самом деле за ними стоит. Поэтому наша задача помочь разобраться, а Белстат нам в этом очень активно помогает. Ну и кроме того, наша задача дать способ прямой коммуникации между людьми, которые используют данные Белстата и самим Белстатом. Собственно, для этого это цикл, для того, чтобы было больше взаимопонимания, больше данных и так далее. Я сейчас хочу представить тех, кто делает это все. Это большое партнерство. Во-первых, это, конечно же, Белстат. Потом это инициатива «Открытые данные». Я хочу представить волонтеров, которые нам помогают делать презентацию, анонсы, пишут вам письма и так далее. Вот там стоит Юля Бобруйская на регистрации, вас встречала, и Артем Кананович. Катя Герусимович, которая делает анонсы, пишет тексты нам. Так, кого-то я не вижу, мне кажется, еще. Елена Жилинская, которая помогала с презентацией. Если вы хотите присоединиться к проекту и тоже помогать, то подойдите ко мне, скажите об этом. Меня зовут Алена Радачинская. Наш прекрасный спикер сегодня — Елена Валерьевна Бондаренко. И модератор Вадим Иосиф, который будет во второй половине лекции помогать вам больше задать вопросы в Белстату. На этом я думаю, что… А, мы не представили нашего главного партнера, который предоставляет нам помещение, поддерживает нас с промой и со всем остальным, что касается распространения информации об этом мероприятии. Это пресс-клуб. Юлия Слуцкая основательница. И в этот раз у нас теперь есть партнер. Это компания «Картотека». Вячеслав Шкадаревич здесь присутствует. Они помогают нам с тем, что мы снимаем видео и фото. И эта лекция не только состоится в этом месте в это время, но и останется в виде видео на сайте Белстата. И вы сможете пересмотреть или показать кому-то, кто не попал сегодня. На этом я завершаю. Спасибо. Давайте начинать. Всем еще раз добрый вечер. Сегодняшняя наша тема, как сказала Алина, как считается средняя заработная плата. К нам очень часто поступает много писем и звонков с вопросом, как же вы получаете такие данные по заработной плате. Например, был один звонок от женщины, которая позвонила и сказала, что обошла все подъезды в своей пятиэтажке. Ни у кого не было такой заработной платы, которую размещают на сайте Белстат. Давайте попробуем сегодня разобраться в средней температуре по больнице, как часто говорят о средней заработной плате. Показатель средней заработной платы – это усредненный показатель, в котором учитывается заработная плата всех работников Беларуси, независимо от вида деятельности и должности. Средняя заработная плата рассчитывается как сумма начисленного фонда заработной платы всех работников всех организаций. То есть это сумма зарплат каждого работника организации от уборщицы до генерального директора, вот как это было видно на прошлом слайде, и деленная на всю численность работников организации. При этом хочу обратить внимание, что в среднюю заработную плату входит не только сам заработок, то есть это оклад, это всевозможные премии, это надбавки, отпускные, но хочу подчеркнуть, что это зарплата грязная, то есть в ней сидят еще и подоходный налог, и обязательно страховой взнос работника. То есть эта сумма будет больше той суммы, которую мы получаем на руки. Во всех странах мира подходы к расчету средней заработной платы общие, и они определяются международной организацией труда, МОД. МОД рекомендует странам, а это 186 стран, на регулярной основе собирать данные о средних заработках, и в понятие средней заработки включать все вознаграждения в денежной и натуральной форме, которые выплачиваются непосредственно работнику за отработанное время, за выполненную работу, но и также за неотработанное время, это отпускные, это какие-то еще другие оплачиваемые отпуска. И МОД подчеркивает, что данные о средних заработках относятся к валовому вознаграждению. То есть это общая сумма до каких-то вычетов, выплат, взносов работников в связи с налогообложением. То есть те методы, те подходы, которые применяет белорусская статистика, они полностью соответствуют международным стандартам и рекомендациям. Так как же все-таки собираются данные о заработной плате? Каждый месяц, 12 числа, все крупные и средние организации страны заполняют, вне зависимости от того, чем они занимаются и какой вид деятельности осуществляют, заполняют статистическую форму по труду и представляют ее в органы статистики. В этом отчете заполняются данные в целом по организации о численности работников, о фонде заработной платы и еще раз подчеркиваю, включая подоходный налог и обязательно страховой взнос работника, о движении работников, то есть о численности принятых и уволенных в течение месяцев, а также другие данные. Отчет подписывается в обязательном порядке либо руководителем, либо лицо, которое отвечает за составление отчета, например, главный бухгалтер. Практически все отчеты, это 98% поступают к нам в электронном виде в соответствии со специальной программой. Как же проводится проверка данных органами статистики? Районные и областные органы статистики анализируют отчеты организации, которые находятся на их территории. Проводится очень много арифметических, логических контролей, проверяются данные с данными за прошлый месяц. И если, например, в организации по сравнению с прошлым месяцем значительно изменилась численность работников, много принятых, либо наоборот много уволенных, как-то вырос, либо сократился фонд заработной платы, обязательно с этой организацией связываемся и уточняем причину изменения данных. И, например, как я говорила раньше, что в заработную плату, соответственно, фонд заработной платы входит как и оклады, так и различного рода премии, то внимательно, наверное, пользователи статистики, особенно те, кто анализирует ежемесячно данные по видам деятельности, смогут вычислить какие-то даже профессиональные праздники. То есть в премии включаются не только премии к Новому году, к женскому дню, к мужскому дню, но и различные премии, там день железнодорожника, день работника торговли, день работников банковской и финансовой сферы. И все эти премии, они включаются в фонд заработной платы. Кроме того, у нас действует множество арифметических и логических контролей, которые позволяют избежать ошибок уже на этапе заполнения отчета. Например, при заполнении организации отчета в электронном виде есть обязательные контроли, и если не исправить ошибочные данные, то заполнять далее отчет невозможно, и, соответственно, невозможно его будет представить в органы статистики. После проверок территориальными органами статистики данные поступают в Белстат. Мы также объединяем все областные данные и также анализируем полученную информацию, проводим все необходимые контроли. И в результате приведения всех этих манипуляций мы формируем данные о номинале на численной среднемесячной заработной плате. А теперь маленький вопрос к нашим пользователям статистики по заработной плате. Так когда же появляются данные на сайте Белстата? Правильно, 24 числа ежемесячно мы публикуем данные о среднем заработной плате на сайте Белстата. Это данные по республике, по областям, по видам экономической деятельности, на сайтах областных органов статистики, еще и данные по районам и городам областного подчинения. Для чего же нужны данные о среднем заработной плате? Я хочу подчеркнуть, что средняя заработная плата – это макроэкономический показатель. И данные о среднем зарплате используются для анализа и прогнозирования социально-экономической ситуации в республике. На основании средней заработной платы, например, индекса потребительских цен, рассчитывается реальная заработная плата, которую можно сопоставлять с производительностью труда. Нельзя забывать, что, как я уже говорила, показатель средней заработной платы – это усредненный показатель и применяется для создания общей картины функционирования экономики, социальной сферы, регионов. Можно сравнивать регионы между собой. То есть дает какое-то определенное представление, от которого можно отталкиваться. И вот даже к нам поступали запросы от потенциальных инвесторов, которые просили предоставить им данные по районам, по номинальной начисленной среднемесячной заработной плате, по вакансиям, чтобы оценить привлекательность регионов. Также информация о средней заработной плате по стране используется для установления пенсии. И в последующем на основании информации о соотношении средней заработной платы и средней пенсии при условии роста номинальной начисленной среднемесячной заработной плате принимается решение о росте трудовых пенсий, пересматриваются трудовые пенсии. Например, в 2018 году пенсии пересчитывались три раза – в мае, в августе и в ноябре. Также к нам очень много поступает писем, вопросов от граждан, от судов в случаях, когда по каким-либо причинам это, возможно, пожары, возможно, фирма ликвидировалась, не сдала документы в архив, особенно это характерно для небольших фирм. И были утеряны данные о заработной плате конкретного работника. Суд принимает решение использовать для начисления ему пенсии данные о средней заработной плате либо по республике, либо по области, либо к какому-то конкретному региону, либо по виду деятельности, в которой он был занят. Кроме того, данные о средней заработной плате необходимы для определения размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, за ребенком-инвалидом, ну и для других целей. Средняя заработная плата говорит о среднем уровне достатка и качества жизни. Но наряду с ней, то есть это как текущий индикатор, используются еще и другие индикаторы. Два раза в год, за май и за ноябрь, мы собираем данные от организации о распределении их работников по размеру заработной платы. То есть каждая организация заполняет отчет, в котором каждого своего работника распределяют по размеру его зарплаты. На слайде представлены последние данные за ноябрь 2018 года по распределению работников по размеру заработной платы по Республике Беларусь. В ноябре 2018 года средняя зарплата составляла 994 рубля, и видно, что около 30% работников получают зарплату выше средней. Данная информация также формируется по регионам страны, формируется по видам экономической деятельности. Например, на слайде представлено распределение работников по размеру заработной платы. На примере одной из самых высокооплачиваемых деятельностей – это IT-сфера. И одной из самых низкооплачиваемых видов деятельности – это деятельность по уходу в домах-интернатах и предоставлению социальных услуг. Если взять IT-сферу, то видно, что большая часть работников распределяется именно в интервале заработной платы от 2000 рублей и выше. Причем каждый четвертый работник этой сферы имеет зарплату свыше 5000. Что касается деятельности по уходу в домах-интернатах, то средняя зарплата в ноябре по этому виду деятельности была 572 рубля. И видно, что почти половина работников этой сферы распределилась в интервале от 400 до 600 рублей. На основании этих данных о распределении работников по размеру заработной платы рассчитывается медианная заработная плата. Что же это такое? Это размер заработной платы, разделяющий работников на две равные части. То есть половина имеет зарплату ниже этого размера и половина работников имеет заработную плату выше медианного значения. На слайде представлены в качестве диаграммы средняя и медианная заработная плата по районам. И представлены данные о разнице между средней и медианной заработной платой. Нормальным считается разница между средней и медианной заработной платой где-то 20-25%. И, как я говорила, последние данные у нас пока имеющиеся за ноябрь 2018 года. И за этот период медианная зарплата составила 751 рубль. Средняя была 994 рубля. Ну и, соответственно, медианная меньше средней на 24,4%. На слайде представлена информация с сайта Белстата, где отображается, где находится более подробная информация по заработной плате. То есть официальная статистика и в разделе стоимость рабочей силы. Полезные ссылки, где больше находится методология и информация о зарплате. И контакты мои и нашего пресс-секретаря. Лапковская Татьяна Владимировна. Спасибо большое за интересную презентацию. Ну и сейчас, наверное, пользуясь служебным положением модератора, хотел бы задать несколько интересующих меня вопросов. Ну а потом, я думаю, возможность задавать вопросы будет у всех присутствующих здесь. Вот в самом конце презентации вы обратили внимание на среднюю и медианную заработную плату. Рассказали про разницу между ними. Скажите, пожалуйста, можно ли проследить и прослеживаете ли вы вот эту разницу между средней и медианной в динамике? Как эта разница менялась со временем в последние годы? И, кстати, может быть в каком-то региональном разрезе где-то эта разница больше, где-то эта разница меньше? Спасибо. Как я уже говорила, что мы всю информацию формируем и по видам экономической деятельности, и по территории, то есть республика, области, районы. В раздаточных материалах, которые есть у вас, имеется информация о средней заработной плате, медианной заработной плате и разнице между ними в динамике. И есть информация по последним данным о средней заработной плате, медианной заработной плате, разнице между ними по республике и по областям и городу Минску. В динамике различия, разница между медианной и средней заработной платой, она где-то в самом деле именно в пределах нормального разрыва, то есть 20-25%. По регионам, по районам страны эта разница не так резко видна. Есть, конечно, какие-то районы, например, Солигорские, где разница между ними по вполне объективным причинам будет выше. По видам экономической деятельности, конечно, разница чаще всего тоже где-то составляет 15-25%, но тем не менее есть какие-то такие достаточно значительные изменения. Например, одна из самых небольших разниц, это будет в горнодобывающей промышленности, это будет в металлургическом производстве. Один из самых таких больших разрывов между медианной и средней заработной плате – это в воздушном транспорте. А город Минск на фоне страны как-то выделяется в большую или в меньшую сторону? Я думаю, это все знают, что город Минск на фоне страны, даже в части средней заработной платы, отличается очень существенно. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который, думаю, волнует многих – это сезонность в средней заработной плате. Я думаю, то, о чем знают практически все – это эффект декабря, когда средние зарплаты резко растут. Все мы любим получать премию к Новому году. Потом наступает январь, когда они резко корректируются. Вот, может быть, вы нам расскажете, дело тут только в премиях к Новому году или в чем-то еще. И заодно, может быть, есть какие-то другие устойчивые сезонные особенности, вот кроме декабря. Опять-таки, давайте вернемся к раздаточным материалам, которые есть у вас. Самый первый график – это помесячные данные 2018 и 2019 год имеющиеся. Поэтому можно просмотреть, в какие месяцы зарплата росла, в какие месяцы зарплата снижалась. Естественно, да, зарплата очень подвержена сезонным изменениям. Декабрь месяц, я думаю, как я уже сказала, все мы радуемся приятным каким-то дополнительным доплатам в честь Нового года. Чаще всего мы все ходим в отпуск летом. Поэтому, как я уже говорила, в заработную плату включаются не только премии, какие-то доплаты, а клады, но и включаются наши отпускные. Поэтому, соответственно, в летний месяц, особенно это июль и август, зарплата будет ниже. Всегда стабильно в январе и феврале зарплата снижается. Март, в принципе, благодаря женскому дню, как бы немножко жизнь становится веселей. Начало пассивных работ тоже обычно ознаменовается ростом заработной платы, особенно в отрасли сельское хозяйство. Кстати, еще вы в своей презентации упоминали реальную зарплату. Ну, собственно говоря, что такое реальная зарплата, знаю даже я. Это мы берем номинальную зарплату и корректируем ее на инфляцию. Ну вот, что интересно, берем данные с сайта Белстата по номинальной средней заработной плате, берем данные об индексе потребительских цен, делим одно на другое, и данные немножко отличаются от того, что вы даете в виде динамики реальной заработной платы. Вот, может быть, я делю неправильно, в чем там фокус? Вы абсолютно правы. Когда мы считаем реальную заработную плату за текущие периоды месяца, мы берем номинальную заработную плату для расчета темпа, мы берем сопоставимый круг организации. То есть в течение года организации могут ликвидироваться, могут появляться новые. И когда мы считаем эти данные за период года, мы берем сопоставимый с этим годом круг организации. Поэтому если вы возьмете данные по средней заработной плате условно за февраль прошлого года, то есть темп может немножко отличаться. За счет каких-то структурных изменений. Вы меня успокоили, просто думал, я, может быть, уже делаю неправильно. Калькулятор сломался. Да, да, да. Вот знающие люди мне рассказывали, что в октябре 2016 года у вас проводилось выборочное обследование организаций по заработной плате работников по профессиям и должностям. Планируется ли дальше делать такие обследования, будут ли они регулярными? Ну, то есть всем же интересно регулярно знать не только среднюю зарплату по стране, а там всегда посмотреть зарплаты, например, айтишников или отдельных там профессий войти, да, чтобы позавидовать, а может быть, чтобы сделать там жизненный выбор. Я даже могу догадываться, кто вам эту тему подсказал. Вы абсолютно правы, мы в октябре 16, за октябрь 16 года проводили обследование, выборочное обследование организаций для формирования информации по зарплате, по профессиям и должностям. Как я уже говорила, статистика Белоруссии, и в том числе и в части определения формирования данных по заработной плате, полностью соответствует международным стандартам, законодателям от которых является Международная организация труда. И вот Международная организация труда рекомендует всем странам-участникам проводить, но уже, естественно, с более редкой регулярностью сбор информации по зарплатам, по профессиям и должностям. Его еще даже называют октябрьское обследование МОД, потому что все страны в основном проводят его за октябрь месяц. В Белоруссии это обследование проводится два раза в пять лет, то есть в первые предпоследние годы пятилетки. Поэтому, соответственно, в 16-м году за октябрь были данные последние, и в этом году за октябрь месяц мы эти данные будем еще раз разрабатывать. И по последним данным информация отдельным разделом размещается тоже на сайте Белстата в сборнике труд и занятости Республики Беларусь. Спасибо. Еще один животрепещущий вопрос. Вообще меня попросила задать моя супруга. И очень интересно, ведется ли отдельно статистика по средним зарплатам мужчин и женщин? Есть ли разрыв в средних зарплатах мужчин и женщин? И что с этим разрывом происходит со временем, если он есть? То есть он стабильный, уменьшается, может быть, увеличивается? Вы абсолютно правы, вернее, абсолютно права, ваша супруга. Я думаю, вы иначе не сможете от тебя сказать, что гендерная тематика, она очень популярна, очень активна не только у нас, но и во всем мире, наверное, на уровне с целями устойчивого растения, которые тоже сейчас весь мир бурно обсуждает. И гендерный разрыв в оплате труда, он существует. Существует не только у нас, но и существует во всем мире. Кстати, еще раз вернемся к вашим раздаточным материалам. Там представлены данные по гендерному разрыву в оплате труда как в республике в динамике, так и на графике представлены данные по гендерному разрыву в оплате труда по странам мира, по отдельным странам мира. И у нас, да, у нас тоже существует разница в оплате труда мужчин и женщин. Она нестабильна, она колеблется, она меняется из года в год. То есть она примерно где-то от 79 до 75%. И что касается, я хотела бы прокомментировать эту разницу, этот разрыв. Давайте просто подумаем немножко о занятости, о гендерной занятости. То есть, наверное, ни для кого не секрет, что в социальной сфере это образование, это здравоохранение, это вот тот вид деятельности, который я показывала, деятельность по уходу в домах престарелых, по социальной защите. Там больше работает женщин. Это где-то 70-80% в этих видах деятельности. Заняты женщины. И заработная плата в этих отраслях ниже, чем в среднем по стране. Поэтому это тоже оказывает влияние на разрыв. Но в то же время по тому обследованию, о котором мы говорили, о котором мы проводили в 2016 году по профессиям и должностям, по отдельным занятиям, такие как учителя, делопроизводство, библиотекарское дело. Вот в этих отраслях, в этих занятиях заработная плата у женщин где-то на 15-20% выше, чем у мужчин. Спасибо. Соответственно, я не знаю, владеете вы такой информацией или нет. Наверное, в авиации, может быть, даже и в IT, все-таки больше представлены мужчины. Конечно. Мы владеем этой информацией. Статистика знает многое. Скажите, пожалуйста, есть ли в свободном доступе, может быть, даже на вашем сайте, данные по средним зарплатам по месяцам в разрезе отраслей? И можно ли получить такие данные за прошлые годы? И может быть, в разрезе даже не только по месяцам и отраслям, но и по регионам страны. Некоторым узким специалистам это очень интересно. Можно. Как уже зал мне подсказал, 24-го числа мы ежемесячно размещаем информацию о средней заработной плате. Ежемесячно, еще раз подчеркиваю, где есть информация по видам экономической деятельности. Причем она периодически, мы перечень видов экономической деятельности расширяем, исходя из запросов пользователей. Если к нам поступают запросы, что очень необходимо какой-то более мелкий вид экономической деятельности, которого нет на сайте, мы обычно в пресс-релиз все данные, которые размещаем на сайте, это ответственность размещаем. На сайте Белстата информация по республике, еще и областям, но на сайтах территориальных органов статистики имеются еще данные и по регионам страны, по районам и городам областного подчинения. Кроме того, ежемесячно мы еще публикуем на сайте информацию о социально-экономическом развитии регионов, где по каждому региону страны представлены данные не только о заработной плате, но и об основных показателях во всех сферах промышленности, сельскохозяйства, строительства и так далее. В данный месяц мы собирали информацию по-разному. Было так, что мы эту информацию собирали раз в два года. Кстати, Россия так и осталась, что она собирает эту информацию, по-моему, за май месяц раз в два года. Было такое, что мы собирали четыре раза в год. Но тогда это, по-моему, был где-то примерно 2009 год, когда экономику слегка лихорадило, когда зарплата менялась очень такими значительными темпами. Последние несколько лет мы остановились на обследовании два раза в год, за мае, за ноябрь. Это такие более-менее стабильные месяцы, не подвержены каким-то сезонным колебаниям, не подвержены сильно отпускной порой. И если вы посмотрите эти данные о распределении численности работников по размеру заработной платы в динамике, то увидите, что вот эти интервалы сильно не меняются. То есть более часто, наверное, нецелесообразно проводить. К тому же организациям очень тяжело заполнить эти данные. Если мы возьмем, допустим, какой-нибудь, условно, большой завод-гигант с 15 тысячами человек работающих и с какой-то более частой регулярностью заставлять их заполнять эти отчеты, ну, наверное, не есть хорошо. К тому же мы стараемся заботиться о наших респондентах и снижать нагрузку. Как я уже рассказывала, что мы собираем информацию от всех организаций, где заполняются данные по всем работникам организации, начиная от самой низшей должности, заканчивая генеральным директором. И по всей организации формируются данные как по численности, так и по фонду. И в результате, когда мы формируем данные по республике, суммируются все данные по всем организациям, по фонду заработной платы и по численности работников. Соответственно, разделив фонд на среднюю списочную численность работников, мы получаем данные о средней заработной плате. Поэтому кого мы не учитываем среди работников организации? Вы не учитываете абсолютно все. Можно я попробую гадать? Я думаю, что вообще в любой стране мира есть такое негативное явление, как серая экономика. Серая экономика – это в том числе выплаты, зарплаты в конвертах. Безусловно, статистика такие вещи учитывать не может. Подождите. Или может? Сейчас мы узнаем, как бы дальше. Сейчас мы узнаем много нового. Ну, кстати говоря, вот интересный момент. Мне кажется, в нашей южной соседке Украины с серой экономикой, зарплатой в конвертах, наверное, все гораздо серьезнее. Каждый раз, когда я появляюсь в городе Киеве, смотрю на этот красивый город, на красивые машины, которые ездят по этому городу, на красивые дома, которые там регулярно строятся, и узнаю, что их официальная зарплата чуть ли не в три раза меньше нашей, у меня возникает такая мысль – не верю. А сейчас вы, наверное, нам расскажете, как вы учитываете зарплаты в конвертах. Мы показывали вам слайд с данными, где находится… На сайте Биллстат размещается методология, размещаются все методики, на основании которых мы формируем данные. И один раз в год мы формируем информацию по оценке общего фонда заработной платы, где мы делаем дооценки на основании различных источников данных, на основании административных данных, на основании данных выборочного обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости населения. Те категории, которые не попадают под статистику, то есть, например, заработная плата – это данные о наемных работниках. Как я говорила, это о работниках организации. Есть еще разные категории, например, индивидуальные предприниматели, у них есть тоже лица, работающие по найму. То есть, они получают доход, что как бы не есть равенство заработной платы. Мы делаем общую дооценку всех этих категорий граждан страны и дооценку их возможного фонда заработной платы. И аналогичные расчеты, в принципе, делают очень многие страны и с различной просто периодичностью. Кто-то раз в 5 лет, кто-то раз в 2 года. Как я говорила, крупные и средние организации представляют отчет ежемесячно. Микро и малые организации в зависимости от ценза и некоммерческие организации с численностью до 15 человек представляют отчет один раз в год. Вы знаете, вы абсолютно правы, что мы не контролирующий орган, мы не министерство по налогам и сборам, чтобы нам ловить за руку организации, которые регулярно либо нерегулярно платят зарплату в конвертах. Если вы откроете любой бланк Белстата, по любой отрасли статистики, вы первое, что увидите на титульном листе бланка, конфиденциальность гарантируется получателем информации. Мы не распространяем первичные статистические данные, мы распространяем и публикуем только официальную статистическую информацию, то есть в сводном виде. Информацию о средней заработной плате мы формируем на основании данных гос. от отчетности 12-й отчет по труду. Если вы посмотрите этот бланк, то там на титульном листике стоит признак бюджетной организации. То есть на основании этих данных мы формируем информацию, в том числе и о зарплате в бюджетных организациях. И вы абсолютно правы, если вы хотите рассчитать среднюю заработную плату за исключением бюджетных организаций, вы должны взять фонд заработной платы всего по республике, снять фонд заработной платы бюджетных организаций. Аналогичная манипуляция провести со среднесписочной численностью работников, поделить одной на второй, вы получите среднюю заработную плату без бюджетных организаций. Что касается и к тому же Министерства экономики, да? У нас между же госорганами существуют информационные соглашения по обмену информацией, поэтому мы вам ежемесячно столько информации высылаем, так что можете рассчитывать. Что касается выручки на одного среднесписочного, это немного не моя тема, это финансовая статистика, но если вы тоже поднимете тот отчет, на основании которых формируются эти данные, вы увидите, кто является респондентом по данной форме. То есть, насколько я помню, банки эту отчетность не представляют. Кстати, банки представляют только нам форму 12Т. Госуправление, по-моему, некоммерческие организации эту форму отчетности не представляют. Да, поэтому они формируют, они берут у нас информацию о численности и фонде заработной платы и уже рассчитывают выручку на одного из среднесписочного под свой круг организации. Поэтому сказать, что брать их данные, брать данные, которые публикуются в этом бюллетене и говорить, что это реальный сектор экономики, наверное, не совсем правильно. Но к тому же реальный сектор экономики – это больше такая терминология, которая не подтверждается какими-то нормативами, что входит в данный сектор. То есть это такое, не обывательское, но… Обывательское, наверное, больше. Спасибо. Организации, подразделения, филиалы, причем нам не важно, это имеет самостоятельный баланс либо не имеет. То есть у нас именно специфика отчета по труду, что мы численность и фонд заработной платы формируем по месту нахождения структурного подразделения. Спасибо. Спасибо. Организации, подразделения, формируем по месту нахождения структурного подразделения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok